Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы снова готовим по книге о Конниково «Колбасы и мясокопчёности» 1938 года издания. Для новых зрителей и тех, кто ещё не получил эту книгу, вот такая вот у нас книжка «Колбасы и мясокопчёности» «Пищепром издат 1938 год, Ленинград». Настоящий иллюстрированный альбом, содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы и мясокопчёностей, утверждённые Народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий на Компищепрома. Потрясающая книга, очень много рецептов, действительно рецепты очень качественные, очень классные. Я просто от них балдею. Причём, ну, получается реально колбасные изделия потрясающие. Просто потрясающие. То, что мы готовили по ГОСТам в 70-х, 80-х годах, мне нравится значительно меньше. Если есть желание, в комментариях пишите свой имейл. Я вам вышлю ссылку на скачивание этой книги в формате PDF. Вы сможете скачать её себе локально на компьютер и пользоваться. Очень рекомендую рецепты. А мы задались с Ларисой целью, настолько нам нравятся все рецепты в этой книге, скажем так, освещенные, что мы задались целью приготовить абсолютно все колбасы, все мясокопчёности, которые есть в этой замечательной книге. Сегодня готовим охотничьи сосиски высшего сорта по ГОСТу, по рецепту 1938 года. Все ингредиенты из расчёта на килограмм сосисок вы найдёте в описании видео. Также текстовый рецепт будет в описании видео. Если вам удобно готовить по рецепту с фото, у нас с Ларисой есть блог, на канале есть ссылка на него. Текстовый блог. Это рецепты, пошаговые рецепты с фото. Можете посмотреть видео, а потом для приготовления уже использовать наш блог. Заходить, смотреть именно пошаговые рецепты с фото. Там всё очень подробно расписано. Итак, ингредиенты в описании. В чём мы отходим от рецептов 1938 года? Это в засолке. В 1938 году делали засолку с помощью селитры. Мы делаем засолку с помощью смеси нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и поваренной соли. В рецепте также будут пропорции, но на всякий случай скажу. На килограмм сырья используем 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли. Также сахар из специй чёрный перец, гранулированный чеснок и, что удивительно, корица. Вот недавно мы готовили американский мясной хлеб. Там был этот фенхель и кардамон, да? Кардамон и корица. А, кардамон и корица. Получился настолько вкусный, настолько необычный. Можете поставить видео предыдущего у нас на канале. Очень интересный мясной хлеб. А сегодня в охотничьих сосисочках будет корица. По мясу свиной шпик, нежирная говядина, нежирная свинина, это задняя часть, и полужирная свинина, это лопатка. Естественно, для приготовления любых кабачьих изделий нам в первую очередь мясо надо засолить. Засаливать будем вместе мясо. Единственное что, свинина, которая полужирная, ее надо порезать на такие кусочки, чтобы мы потом смогли ее из засола. Ну-ка, попробуй говядинку. Ладно, на, пробуй, я буду рассказывать. Чтобы мы потом ее смогли из засола выделить. Потому что измельчение происходит на разные фракции. Свинину нежирную и говядину мы будем потом измельчать более мелко. А свинину полужирную будем измельчать более крупно. Все, да? Теперь тебе говядина понравилась, ты от меня не отстанешь. Сейчас я порежу мясо, друзья. И вернусь к вам. Вот видите, друзья, что я сделал жирного свина, чтобы потом отобрать его в посоле, я порезал такими полосками. Если вы не хотите этим заморачиваться, можно, конечно, засолить отдельно. Но мне так проще. Я солю вместе. Смешиваем сахар со смесью нитритной и поваренной соли. И хорошенько обсыпаем все мясо. Высыпаем не сразу, а вот так вот. Часть высыпали, перемешали. Наша задача, чтобы просолился каждый кусочек, чтобы каждому кусочку мяса досталась соль. Сейчас я его досолю. Уже после расскажу сейчас, что надо сделать. Значит, мясо в любой емкости, в которой вы солите, хорошенько вот так вот уплотняете. Потом накрываете либо крышкой, либо затягиваете пищевой строящей пленкой. И на двое суток помещаем его в холодильник. А через двое суток приступим к приготовлению наших охотничьих колбасок. Через два дня приступим к переработке мяса. Друзья, постоянно какие-то комментарии есть по поводу наших досточек. Стеклянная досточка, не стеклянная, а оловянная. Это акриловая досточка. Я теперь в каждом видео буду говорить, потому что люди очень возмущаются, что я режу на стеклянной досточке. Она не стеклянная, это акрил. Это материал, из которого делают он асептический. Из него делают разделочные поверхности в ресторанах. Достаточно недешевый материал. Я, как в прошлом мебельщик, делал такие разделочные поверхности для ресторана. В частности, из этого материала делают столешницы для кухонь. У меня остались остатки, и я из него сделал себе досточки. А теперь приступим к измельчению мяса для охотничьих колбасок. Жирную свинину измельчаем на крупной решетке диаметром 7-8 миллиметров. Говядину измельчаем на мелкую решетку. Если у вас нет такой мелкой, то используйте максимально мелкую, насколько вот у вас есть мелкая. Посмотрите, какое красивое мясо получается после засолки с нитритной солью. Она совершенно не теряет свой цвет. Следовательно, наши готовые охотничьи колбаски не потеряют свой цвет. Друзья, я упустил из вида. На мелкую решетку мы перемалываем говядину и нежирную свинину. И только жирную свинину на крупную решетку. Свиной шпик, предварительно охладив, мы нарезали на кубики с размером примерно 4-5 сантиметров. Как можно мельче, очень крупные кубики. 4-5 миллиметров, я прошу прощения. 4-5 сантиметров это... Как можно мельче режьте, очень крупные кубики нам не нужны. Теперь, видите, у нас шпик слипшийся. Для того, чтобы каждый кусочек был отдельно, ошпариваем его кипятком. Важно заметить, друзья, что фарш должен быть охлажденный. В процессе всей работы с фаршем его температура не должна подниматься выше плюс 10-11 градусов по Цельсию. Иначе в результате при приготовлении мы получим отек наших колбасок. Поэтому, если у вас на этапе измельчения или на этапе вымешивания фарш будет нагреваться, следите за этим, контролируйте термометром. И если нагрев произошел, то лучше его положить в морозилку, чуть-чуть подморозить. Видите, теперь мы имеем шпик. Каждый кусочек практически отдельно. И его краешки немножко оплавляются. Таким образом, он у нас будет с фаршем единым целым. То есть кусочки сала, кусочки шпика не будут выпадать из колбасы, как это иногда бывает. А хорошенько прилипнут к ней, скажем так. После того, как шпик ошпарен, обольем его ледяной водой, так, чтобы он полностью остыл. Теперь нам надо все это дело хорошенько вымесить. Я буду использовать планетарный миксер. Если у вас нет такого, то используйте ручной миксер. Вымесить надо именно очень хорошо. То есть я буду на миксере вымешивать где-то около 5 минут. Ручное вымешивание обычно не бывает эффективным. Нам надо вымешивать до разрушения структуры белка в мясе. До так называемых белых волокон. Я загружаю вот так вот его порциями, чтобы лучше перемешалось. Сюда же добавляем специи. Тоже можно порциями, которые мы предварительно приготовили. Я вообще очень люблю охотничьи колбаски. В конце видео, когда будем проводить дегустацию, друзья, я вам покажу один очень интересный способ приготовления охотничьих колбасок. Мы с Ларисой, как вы знаете, туристы, очень часто бываем в походах. И вот в походных условиях охотничьих... Но это будут настоящие охотничьи колбаски. Охотничий способ приготовления. Приступим к вымешиванию. При помощи миксера будем вымешивать наш фарш в течение 5 минут. Вымесить надо очень тщательно. Если вы используете ручной миксер, не пытайтесь перемешать его в ручном миксере. Есть такие специальные насадочки для смешивания теста. Они как такие спиральки. Вот этими спиральками вымешиваете фарш в любой там кастрюльке, в мысочке. Ну и лучше это не делать там всем объемом вместе, а делать по частям. Потому что на заре нашей колбасной деятельности один из ручных миксеров у нас так ушел в сторону небытия. В рай для миксеров, так сказать. Ну что, друзья, поехали. Вымешиваем 5 минут. После вымешивания фарш имеет вот такой вот вид. Как видите, шпик полностью вмешался в фарш и практически получилась однородная масса. Теперь фарш можно перемещать в шприц для набивки колбас. Будем набивать в баранью череву диаметром 20-22 мм. И несмотря на то, что у нас есть вот такая вот тоненькая цевка диаметром 17 мм, баранью череву бывает очень сложно одеть. Поначалу мы крепко мучились. Сейчас покажем вам небольшой лайфхак, как ее проще надевать. Лариса покажет, она его очень хорошо освоила. А тем временем мы перемещаем фарш в шприц для набивки колбас. Друзья, на этом этапе тоже проконтролируйте температуру фарша. Если он нагрелся, если температура его превышает допустимые 11-12 градусов, лучше его подохладить в морозилке перед набивкой. Мясо переместили в шприц, подготовили баранью череву. И вот смотрите, для того, чтобы ее попроще надеть, берете, раскрываете краешек и вот таким вот образом надуваете ее. Тогда она надевается на цевку значительно легче. Но все равно с ней придется поиграться. Баранья черева, хоть она и диаметром значительно больше, чем цевка, но надевать ее достаточно геморно, я бы так сказал. Теперь вот так вот, как Лариса делает, поправляете одной рукой, чтобы она была по центру цевки, а другой рукой натягиваете, формируете складочки. И, друзья, по поводу приготовления, по поводу тепловой обработки. Естественно, мы будем делать тепловую обработку по классическому рецепту с копчением. Очень часто задают вопросы, что делать, если нет коптильни. Ответ простой, а просто не коптить. Вы получите точно такое же изделие, просто не копченое. Конечно, оно будет уступать копченому по вкусу. Ну, хотя есть люди, которые не любят копченое или не едят с точки зрения такой, что копченое вредно. Но все равно это будет значительно вкуснее, значительно лучше, чем магазинная колбаса, которая непонятно из чего сделана. Если честно, я вот раньше, в советские времена, когда папа приносил домой охотничьи колбаски, я их просто обожал. А в последнее время, то, что продается в магазинах, его стало просто невозможно кушать. Поэтому, когда мы завтра приступим к процессу тепловой обработки, то есть первый этап будет обжарка, второй этап – варка. И после этого мы будем коптить. Так вот, на варке можно остановиться, колбаски будут совершенно готовы. После этого их надо будет охладить и просто жарить на сковородочке при желании. Итак, друзья, сейчас я Ларисе помогу надеть череву и приступим к набивке. А, собственно говоря, черева порвалась, поэтому давайте приступим к набивке сразу же. Так сказать, одним кадром, не отходя от кассы. Сейчас выгоняем из цепки воздух аккуратненько. Вот таким вот образом. Набиваем средней тугости, то есть не очень туго. Не делайте, не пожуйте череву так, чтобы она лопалась, потому что она таки будет лопаться. Естественно, удобнее это делать вдвоем, чтобы один человек занимался подачей шприца, а второй человек занимался подачей черевы. В промышленных условиях, там, где шприцы механизированы, это, естественно, может делать один человек, который просто нажимает ногой на педаль, регулирует таким образом подачу шприца, а руками делает то, что делает сейчас Лариса. Точно так же набиваем все оставшиеся колбаски. Мы их сейчас набьем уже без камеры и покажем, как сформировать из них именно колбаски, друзья. И сейчас, друзья, еще немножко поэкспериментируем. Нашли новый интернет-магазин, называется «Аромат дерева. Крупком.юа». И в этом интернет-магазине нашли коллагеновую оболочку диаметром 20 мм. Или 22, да? 22 мм. У нас осталось немножко фарша. В принципе, черева еще есть, но я очень хочу попробовать коллагеновую оболочку, потому что, в принципе, я колбасные изделия значительно больше люблю готовить, да, собственно говоря, и кушать в коллагеновой оболочке. Надеваем оболочку. Единственное неудобство в коллагене, то, что ее нельзя перекручивать, так как можно будет перекручивать череву. А надо будет обвязывать. Потолще получается охотничья колбаска. Ну, практически, если сравнивать. Ну, зато совершенно однородная, по толщине. Вот люблю я коллаген больше. После того, как колбаски набиты, вернее, колбаса длинная набита, надо сформировать из нее колбаски. Для этого конец черевы завязываем. После этого отмеряем нужного размера колбаски. Такие? Да, да, да. И вот таким вот образом закручиваем ее. Следующую колбаску закручиваем в другую сторону. А, ты в ту же, да? В ту же, через одну. А, угу. Значит, одну пропускаем, следующую формируем и закручиваем вот таким вот образом. Противоположный конец черевы тоже завязываем. Получаем вот такие замечательные охотничьи колбаски. Чик. Теперь, друзья, с коллагеновой оболочкой тут немножко все сложнее. Этот конец черевы мы завязали. Дальше мы ее не можем перекрутить, потому что она не держит форму, она раскручивается. Поэтому используем... Это тоже надо перевязать, потому что развязывается. Развязывается. Очень скользкая. Поэтому используем обычный леной шпагат. И с помощью шпагата формируем колбаски нужного нам размера. Перекрутили. Завязали. Можно, конечно, поизвращаться, позакручивать ее, но все равно она скользкая, она будет раскручиваться. Я считаю, что проще вот так вот перестраховаться, один раз завязать, чем потом иметь проблемы с колбасой в процессе приготовления. Если кто-то считает иначе, то, естественно, я не настаиваю на нашем методе. Далее определяем пузырьки воздуха в нашей колбаске и прокалываем. Колбаска сразу же смыкается. Тщательно осматриваем все батончики и где есть пузырьки воздуха, там делаем проколы. Не бойтесь, и коллагеновую оболочку, и натуральную кишечку. Видите, она сразу же усаживается под проколом. И натуральную кишечку можно совершенно спокойно прокалывать. Вот таким вот образом я сейчас осмотрю все колбаски, попрокалывая его, и нам надо отправить колбаски на усадку. Лучше их развесить, чтобы они висели в вертикальном положении. Но если такой возможности нет, то тогда складываем в какой-то контейнер и отправляем в холодильник. Температура усадки 10-11 градусов, то есть это соответствует верхней полке холодильника. Если у вас есть холодное помещение, то лучше колбаски развесить, чтобы они висели вот таким вот образом. Вот так вот висели. Тогда она будет самоуплотняться. А завтра, друзья, приступим к приготовлению, к тепловой обработке. И, естественно, завтра же проведем вкусную дегустацию. Я покажу, как готовить колбаски. На следующий день приступим к приготовлению охотничьих колбасок. Если мы их держали в холодильнике, а мы их держали в холодильнике, то надо провести процесс отепления. То есть часа за два до начала приготовления поместить, вернее, извлечь колбаски из холодильника и подержать их два часа при комнатной температуре. Тепловая обработка приготовления состоит из трех этапов. Первый этап – это обжарка. Проводим обжарку при температуре 90 градусов в духовке с включенной конвекцией. Время обжарки – 20 минут. Ну вот, смотрите, когда вы помещаете колбаски в духовку, желательно их так разместить на решетке, чтобы они не касались друг друга. Потому что тогда мы получим неравномерную обжарку. То есть если они будут прикасаться друг к другу, то в этих местах колбаски не обжарятся, а сварятся. Поэтому размещаем их таким образом, чтобы они именно друг к дружке не касались. 20 минут обжариваем, и к моменту окончания процесса обжарки надо приготовить противень с горячей водой, который мы будем помещать на дно духовки, для того, чтобы приступить к следующему этапу – процессу паровой варки колбасок. Через 20 минут приступаем ко второму этапу термообработки – паровой варки. Понижаем температуру в духовке до 80 градусов. Выключаем конвекцию. На дно духовки помещаем емкость с водой. В одну из колбасочек помещаем кулинарный щуп для контроля температуры внутри батона. Я вот не знаю, как эту колбасочку можно назвать батоном, но так называют, так в технологических картах во всех написано. Варим паровой варкой до достижения внутри батона температуры 68-69 градусов. Я сейчас включаю секундомеры и засеку время, сколько у нас на это уйдет. Но готовить по времени можно только в крайнем случае. Лучше, конечно, контролировать все-таки температуру. Вот на данный момент температура 63 градуса. То есть вариться оно будет совсем недолго. Ну, посмотрим. Процесс паровой варки занял 10 минут. Видите, сколько пара. И по большому счету охотничьи колбаски готовы. То есть, если у вас нет коптильни, вы можете на этом этапе остановиться, охладить их и после этого уже разогревать любым удобным, ну, любым интересным вам способом. То есть их можно как отваривать, но это не очень вкусно, на мой взгляд, так и просто зажаривать на сковородочке. Мы же пойдем дальше и закоптим, точно как по классическому рецепту это указано. Для того, чтобы приступить к копчению, сосиски надо дать им сарделькам, вернее, колбаскам надо дать остыть. То есть мы их сейчас развесим где-то на час на веранде, там температура градусов 12-13, наверное, вот при такой температуре, чтобы они полностью остыли. После этого приступим к процессу копчения. Через час колбаски остыли и готовим их к копчению. Желательно коптить в таком вот висящем положении. Развешиваем все колбаски в коптильне. Наша вкуснотища практически готова, дорогие друзья. Остался последний штрих. Запускаю коптильню. Будем коптить 3 часа при температуре 35 градусов. После этого дадим им ночь отвисеться, и будем, чтобы копчение стабилизировалось, скажем так. Потому что сразу, когда мы их извлечем из коптилки, запах копчения будет очень резкий. То есть в любом случае колбаскам надо будет ночь отдохнуть. А после этого будем дегустировать. Охотничьи колбаски коптились 3 часа. И в первую очередь хочу показать разрез. Возьмем одну в коллагене. И одну в натуральной оболочке. Посмотрим, есть ли отличия. Сейчас, друзья, показываю крупный план. Колбаска, которая сверху, в натуральной оболочке. Которая снизу, в коллагене. Но вот по консистенции мне в коллагене нравится значительно больше. Она как-то... Ну, мы ее и набивали плотнее, потому что все-таки черева, она лопается. А коллаген совершенно не страшно набивать. Ну что, друзья, попробуем? В первую очередь, друзья... В первую очередь. В первую очередь, естественно, главному дегустатору. Попробуй-ка. Так. Так. Пойдет? Говорит, что пойдет. Теперь попробую я. Ну вот, две разные в коллагене и в натуральной оболочке. Это... Блин. Надо на охоту. По вкусу они совершенно одинаковые. Может быть, в натуральной оболочке прокоптилось чуть-чуть больше. Но настолько незначительная разница, что по вкусу просто... Просто бомба. Друзья, не покупайте в магазине охотничьи колбаски. Их нечего делать. Делайте их дома сами. Сейчас я покажу, как их готовить в походных условиях. Берем любую подходящую емкость. Нам понадобится спирт. Поливаем колбаски спиртом. Мы всегда так делаем в походах. Ну и в принципе, раньше, я помню, даже в конце 80-х так подавали в ресторанах охотничьи колбаски. Устраиваем такое небольшое файр-шоу. Просто спирт себе горит, а колбаски в нем жарятся. Вот это вот именно самый-самый правильный метод жарить охотничьи колбаски. Вот так вот это выглядит. Где-то минутку-полторы. Можно совершенно любую емкость. То есть, это может быть кастрюлька. Не обязательно такая сковорода. Я просто глубокую сковороду взял, чтобы Ларису клеенку не испортить. Все, я думаю, все. Колбаски готовы. Ну что, друзья, попробуем жареную на спирту. Горяченькая. Она совершенно поменяла запах. Она совершенно поменяла вкус. Это нечто. Кот, ты хочешь еще колбаски? Единственное, что, таким образом, я знаю, точно можно готовить в натуральной оболочке. Друзья, представьте себе. Вкусненькая пюрешечка, нежненькая, со сметанкой. Хороший вкусный домашний кетчуп и охотничьи колбаски, приготовленные на спирту. Еще рюмочка водочки. Некоторые критикуют меня за пропаганду алкоголя. Ну, простите, люблю я алкоголь. Под рюмочку водочки охотничьи колбаски особенно вкусные. Великолепно. Дорогие друзья, с удовольствием представляем вам рецепт охотничьих колбасок по книге 1938 года, по ГОСТу 1938 года. Они потрясающие. Попробуйте приготовить, вы не пожалеете. Это вообще сравнить с тем, что сейчас продается в магазинах, просто нельзя. Нельзя. Я вам говорю совершенно точно. Надо было купить еще магазинную для сравнения, но почему-то не подумал. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Естественно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, друзья. Пока.